Сейчас я хочу буквально последние мазки вам обрисовать, выдать, объяснить, как будет происходить смена режима и что мы будем делать. Тема сегодняшнего эфира 10 января. Взяли Аккорду, а что дальше? Ну давайте сначала мы рассмотрим путь, как мы будем брать Аккорду, Акимат, например, в Алма-Аты. То есть тогда мы закроем тему, взяли Аккорду и власть. Затем мы ответим на вопрос, что дальше. Итак, 10 января в известных трех крупных городах, таких городах, как Астана, Алматы и Шимкен, четко обозначены места. Для Астаны, Алматы 6 мест сбора протестов, где будет организовываться сбор протестующих. И затем эта протестующая масса собирается в одном месте, где-то час происходит митинг и в 15 часов одновременно по всем регионам Казахстана протестующие идут к местным органам власти. В Астане это Аккорда, парламент и здание правительства. В Алматы это Акиматы и в регионах тоже Акиматы. Давайте мы сначала поговорим о Астане. Итак, 10 января мы объявили о шести точках сбора. Многие мне писали, что необходимо собираться в избирательных участках, где люди в определенное время должны собраться, потом двинуться к месту проведения основного митинга. Уважаемые друзья, наш опыт показывает, что в связи с тем, что избирательных участков много, в Астане, например, их около 350, на этих участках люди соберутся, но никто из них не пойдет к месту проведения митинга, опасаясь, что против них будет оказано давление со стороны полиции. И в большей степени связано с тем, что на этих избирательных участках трудно найти несколько сот лидеров, чтобы одновременно на этих участках были люди. И без лидеров люди обычно плохо идут. Все время говорят, вот дайте нам лидера, мы за ним пойдем и так далее. Ну, то есть все ищут Бэтмена. Такие Бэтмены у нас есть. У нас в Астане, безусловно, есть как минимум около 500 человек, которые являются организатором различных ячеек, ячеек демократического выбора Казахстана. И в день выборов 10 января мы решили обозначить 6 мест в Астане, где должен произойти сбор людей. Это большая часть около торговых центров, в Астане будет в этот момент около минус 20 градусов. И люди могут находиться в этих торговых центрах, в административных зданиях. В любом случае, там можно организовать сбор. С 10 до 13 часов мы призываем наших сторонников проголосовать. С 12.30 до 13.30 мы объявляем сбор в 6 точках. Плакаты размещены, они будут еще раз сейчас распространяться. Листовки тоже будут в Астане, в Алматы тоже будут листовки распространяться. Будет реклама о социальных сетях. Итак, в этих 6 местах люди собираются с 12.30 до 13.30. В этих 6 местах, безусловно, будут лидеры. Их будет немало, по несколько десятков человек на каждом участке, где осуществляется сбор. Затем с 13.30 до 14.00 понадобится полчаса, чтобы с этих мест колонны двинулись к месту единого сбора. В Астане это дворец Жастар, дворец молодежи. Собираемся в 14.00. Затем с 14.00 до 15.00 проводится митинг с требованием отставки Назарбаева, Такаева и его ближайших окружения. Затем в 15.00 эта масса идет в сторону Ахарды. Уважаемые друзья, опыт Белоруссии и других государств показывает, что нельзя долго стоять на одном месте. Нельзя просто кружить вокруг дворцов этой политической верхушки. Их надо брать, а точнее говоря, заполнять собой. У меня сегодня один активист спрашивает, что мы будем стоять около Ахарды и скандировать, требовать отставки. Они же не уйдут в отставку. Нет, уважаемые друзья. Мы не должны повторять ошибки белорусов. Мы должны стянуть массу, собраться около дворца Жастар и большой колонной двинуться в сторону Ахарды. Против такой колонны никто не может устоять. Полицейские всего лишь несколько тысяч человек, это в лучшем случае. Они будут распределены по избирательным участкам и поэтому полиция фактически будет немногочисленная. И таким образом прийти к Ахарде, правительству, занять их, в первую очередь Ахарду. И здесь следующие действия. Меня задают вопрос. А хорошо, мы взяли Ахарду, а что дальше? Дальше активисты объявляют о создании временного правительства демократического выбора Казахстана. В тот же день, как произойдет смена режима Нурсултана Назарбаева, как протестующие заполнители в здании, Временное правительство должно объявить о низложении правительства Нурсултана Назарбаева, об отставке Токаева Назарбаева. Временное правительство должно объявить, выпустить постановление о том, что местные силовые службы, комитет национальной безопасности, полиция, прокурор, они все низложены, вместо них будут назначены представители временного правительства демократического выбора Казахстана. Я в тот же день прилетаю в Астану, в тот же день, абсолютно. Поэтому, конечно же, в тот же день, кроме того, что будут заняты дворцы Назарбаева, будут заняты и аэропорты. Это мне обеспечит возможность прилететь и не быть задержанным. И тогда следующий вопрос. Если Временное правительство, по сути, объявило о низложении власти, все местные органы, которые, центральные органы правительства и власти, которые осуществляют свою деятельность, раз они не изложены, соответственно, генеральный прокурор, мы поставим своего представителя, исполняющий обязанности Временного правительства буду я, члены правительства будут тоже озвучены. Я не могу сейчас заранее озвучить, потому что, по сути дела, если эти фамилии будут озвучены, режим постарается заранее этих людей задержать. Я заверяю вас, что у нас во Временном правительстве будут, безусловно, достаточно квалифицированные люди, но в любом случае, это правительство будет временное, сроком на полгода. Через полгода пройдут выборы парламент, который выберет новый парламент. Соответственно, новый парламент назначит правительство во главе с новым премьер-министром. Вот такой механизм. Соответственно, когда Временное правительство приходит в власти, полиция, Министерство внутренних дел, все переходят автоматически подчинение этого Временного правительства, и любой хаос исключен. Мне задают следующий вопрос. А если власть, например, в каком-то областном центре перейдет в руки народа раньше, чем в Астане? Ну, хорошо, давайте, такой вариант тоже возможен. Возьмем пример Алматы. Итак, в Алмате тоже объявлено о шести точках сбора. В Алмате где-то приблизительно 550 избирательных участков. И мы, конечно же, не можем несколько тысяч лидеров распределить на эти избирательные участки, чтобы они оттуда с этих 550 участков ввели их в центр города. Поэтому, по этой причине, мы обозначили шесть мест сбора. После того, как с 10 утра до часу дня вы проголосуете, с 12.30 до 13.30 происходит сбор в этих шести местах. Объявление мы тоже дадим. И с этих шести мест лидеры нашего демократического движения ДВК выводят массу людей. В 13.30 они начинают шесть им двигаться и приближаться к Старой площади. В 14 часов мы там собираемся. Мы должны иметь такую массу, что фактически мы потесним любое количество полицейских, которые там будет. Там больше тысячи, в принципе, не может быть. Скорее всего, их максимум 500 человек будет. Мы их потесним. И эта масса большая. С 14 часов до 15 часов митингуют с требованием отставки Назарбаева и его ближайшего окружения. Затем в 15 часов мы идем в сторону Акимата и заполняем собой здание Акимата. И здесь активисты города Алматы объявляют о создании временного правительства, демократического выбора Казахстана, города Алматы. Это временное правительство города объявляет о низложении. Акима города Алматы, прокурора города Алматы, начальника ГУВД города Алматы, начальника департамента КНБ города Алматы. И мы назначаем своих представителей. То есть, фактически все силовые структуры обязаны подчиниться временному правительству города Алматы. И все это будут делать активисты. И вы понимаете, что после этого власть будет находиться в руках народа. Фактически мы будем являться легитимной властью страны. Мне задают вопрос, а вдруг мы туда зайдем в здание, потом нас начнут оттуда выгонять. Уважаемые друзья, вы поймите одну вещь. Сегодня я опубликовал, как на ваших глазах эти учителя нагло фальсифицируют итоги выборов. Что это значит? Это значит, что эта власть нелегитимная. Это значит, что они украли право быть властью. Они обманули народ. Это мошенники. Они не являются властью. Мы все должны понимать. Но султан Назарбаев в более 80 лет и он все время воровал голоса избирателей. Воровал эту властью народа. Он воровал миллиарды долларов. Он нелегитимный. И нелегитимный никто из его окружения, потому что легитимный президент, нелегитимный президент не может назначать своих назначенцев на те или иные позиции. Потому что он украл. И надо осознать, что мы власть. Власть принадлежит народу. Источник власти народ. Эти люди не являются какими-то богами, не являются башками, не являются представителем Аллаха на земле. Они обычные воры. А воры, как народ правильно говорит, должны сидеть в тюрьме. И поэтому надо в сознании своем преодолеть. Преодолеть это страх. Такое предубедительное отношение к ним, что они чуть ли не боги на этой земле. Нет, они воры, они преступники. И когда мы это осознаем, мы будем действовать решительно. Мы 10 января назначаем временное правительство города Алматы. Все органы власти должны быть низложены. Мы организовываем местное самоуправление. И все силовые службы. И местные органы власти должны подчиниться правительству города Алматы. Эта модель будет работать по всем областным центрам. Например, в Уральске. Протестующие заходят в здание областного кемата. Назначается временное правительство области. Смещается с места постановлением этого временного правительства области. Смещается Аким области, прокурор, начальник МВД области города и органы местного самоуправления. Временное правительство области постановляет всем местным органам подчиниться решениям временного правительства, именно областному представительству демократического выбора Казахстана. После этого идет мобилизация всех сил. И любые попытки изменить ход истории должны жестко подавляться. Мы должны арестовывать всех тех, кто сопротивляется нашему решению. И именно 10 января Нурсултан Назарбаев должен быть арестован. Арестован Карим Масимов. Арестован Такаев и Самат Абишев. Вся политическая верхушка. Потом суды уже будут с ними разбираться. У меня спрашивают, что дальше делаем 10 января. Я говорю, 10 января. Именно 10 января надо менять режим. Нам дали пример Кыргызы. Мы видим, как мобилизуют силы белорусы. Мы видели другие какие-то действия в соседних странах. Но для нас очевидно, что действие кыргызов быстро и решительно подходит под наш случай. Мы не должны этой власти мобилизоваться. Собрать какие-то силы. Вбросить свои миллиарды долларов, чтобы подкупить кого-то. Попросить у кого-то помощи. Мы должны действовать стремительно. Поэтому сейчас, в первую очередь, чтобы это произошло, все эти модели изменения нашего поведения должны быть выработаны публично, отработаны в нашей голове. И тогда мы в состоянии решительно действовать. Итак, 10 января мы назначаем Временное правительство. В регионах тоже Временное правительство городов и областей. И активисты у нас будут. Как 10 января Временное правительство ВДВК объявляет о том, что правительство Нурсултана Назарбаева не изложено. Он сам отправлен в отставку. Нам от него никакой бумажки не надо, которым он напишет. Я, Нурсултан Назарбаев, ухожу в отставку. Или Такаев, я ухожу в отставку. Они никто. Они украли ваши голоса. Эти воры. Их решение ничего не стоит. Они нелегитимны. Мы так для себя должны воспринимать действительность. Мы знаем, что даже в день голосования невозможно будет снимать на избирательных участках. Мы знаем, что эта власть хочет нас лишить наблюдателей. Заранее объявляет, что они должны сдавать тесты. При этом в медицинских учреждениях тоже запрещено снимать на телефон тех событий, которые происходят даже в медицинских учреждениях. То есть, эта власть, они попрали Конституцию. Они украли все наши права и наши возможности. Они это делали 30 лет. Они нелегитимны. А раз так, то мы должны просто взять власть в свои руки. И легитимная власть будет назначена после того, как пройдут открытые и честные выборы. Поэтому, уважаемые друзья, я сегодня эту модель показываю, рассказываю. У нас еще время есть. Мы будем выпускать рекламные ролики, писать посты, распространять плакаты с местами проведения массовых митингов, с местами сбора 10 января. Именно только 10 января. Судьба истории в наших урках. Именно 10 января мы должны сменить режим Назарбаева. Не стоять на улице, не жечь костры, не выкрикивать лозунги. У нас на все про все буквально несколько часов. Вот после этого мы просто должны зайти, как мы отмитингуем, соберемся, зайти в их здание, где они находятся, и взять в власть в свои руки. 10 января. Аллах, Казахстан. 10 января 11 января. 12 января. 31 января. Продолжение следует...